Виктор Драгунский, слониха-лялька. Я расскажу вам, ребята, одну цирковую историю. Это история про заболевшую слониху, старую мою приятельницу. Я расскажу вам про то, как она заболела и как я ее вылечил, потому что я ее крепко любил и уважал. Она была для меня дороже старого друга. Во всяком случае, не хуже. Мы давно с ней дружили, а потом расстались, как мне казалось, навек. Но жизнь иногда устраивает необычные чудеса и фокусы. И смотришь, через пять лет разлуки снова встречаешь старого товарища. И, как ни странно, только тогда начинаешь понимать, что он тебе по-настоящему дорог и мил. И какой он добрый и славный. И ты коришь себя тысячу раз, говоришь себе, что вот ты его уже стал забывать. А разве это красиво забывать друзей? Разве это хорошо? Разве это мы учили старые отец и мать? Нет, не могли они никогда научить тебя подобным делам и поступкам. Потому что они были старые, потомственные цирковые артисты. А у цирковых артистов особенно крепко развитое чувство товарищества и долга. И теперь, когда моих родителей давно уже нет на свете, а я и сам почти что старый, меня все так и зовут – старый клоун. Это еще и потому, что я придерживаюсь старого репертуара. Вернее, не старого, а старинного, но уж зато по-настоящему смешного. Дети очень любят такие, испытанные годами, клоунские номера. А я всю жизнь учился, только такие номера показывают. И научился, в конце концов. Теперь, когда шпрехштальмейстер выходит и объявляет в цирке, а сейчас выступает Николай Ветров, старый клоун. И ребята сейчас же начинают хлопать в ладоши и подпрыгивать на месте. И я выхожу на манеж, и они все ужасно галдят и долго не успокаиваются. И я под конец снимаю перед ними шляпу и строю уморительную гримассу, раскланиваясь на все стороны и объявляю смешным голосом – «Добрый вечер! Здрасте!» И они усаживаются, и можно начинать показывать что-нибудь смешное. Это все очень интересно. Всегда, в каждом городе, на каждом представлении я это все объясняю так долго за тем, чтобы вы поняли, как я люблю свое дело. Зрители, маленьких зрителей особенно, этот шелковистый звук ребячих рукоплесканий. И цирк люблю с музыкой, и артистов в парадных костюмах, и цирковых животных. А как же! И вот однажды, когда я уже выступил, попрощался с ребятами, и оркестр заиграл такую музыку, чтобы ребята в такт хлопали все вместе, я вышел в наш цирковой буфет. Мне очень хотелось пить. И вот стою я и пью сердитую водичку. Она холодная и покалывает язык. Ее все ребята любят. И есть такие удальцы, что по пять бутылок выпивают. И в это время подходит ко мне старый цирковой работник Панаргин. Он работает помощником у дрессировщика Русакова. Он еще издали помахал мне рукой в знак приветствия. Я ответил и показал глазами, мол, иди ко мне. Высокий и медлительный, он быстро подошел ко мне и сунул для пожачья свою шершавую руку. Лицо у него было в крупных, сползающих к низу морщинах. Выражение глаз, красных и воспаленных, тревожное. Я спросил, что с тобой? Плохие дела, брат, сказал Панаргин мрачно. Говори скорей. Лялька болеет, а Русакова нет. А где же он? Завтра объявится. Нужно ему было лететь самолетом. Теперь сидит в Целенограде. У них там, видите ли, нелетная погода. А что с лялькой? Болеет, ну не знаю, вид плохой, стонет. Пойдем посмотрим. Я сказал, пошли. Будь другом, обрадовался Панаргин. Сделай милость. Ум хорошо, а два сам знаешь. Стоит не ест. Беда на мою голову. Бежим, сказал я, выгрызая зернышки из яблока. Таисия Сергеевна, я обернулся к буфетчице. Заверните мне булочек десяток. Буфетчица кивнула головой. Я не за себя, сказал Панаргин, ты не думай. Ляльку жалко, ведь она такая артистка, безотказная. Разве она слон? Золото она, а не слон. Не конюч, сказал я. Сейчас поглядим. Пойдем. Я взял у буфетчицы пакет, он был полон. И мы пошли в конюшню. Да, конечно, слониха была больна. Панаргин не ошибся. Она стояла в дальнем углу конюшни, недалеко от дежурной лампочки. Она была прикована тяжелой цепью к чугунной тумбе. Глаза ее были прикрыты. Длинный, безжизненный хобот уныло опущен до самого пола. Она была похожа на огромный серый холм, покрытый редкими травинками волос. На африканскую хижину, стоящую на четырех подпорках-столбах. Тяжелая ее голова и огромные уши, похожие на шевелящиеся пальмовые листья. Маленький хвост. Все это выглядело усталым, обвисшим и хворым. Я подошел к ней среди, прямо с олба, держа в руке открытый пакет со свежими булочками и протянул его ей. Я был рад ее видеть и сказал ей негромко, лялька. Она чуть шевельнула ушами и медленно переступила передними ногами, потом открыла свой человеческий грустный взгляд. Давненько мы не виделись с ней. Давненько, что и говорить. И вполне можно было позабыть меня, выкинуть из головы и сердца. Но тогда, когда мы виделись, мы крепко дружили, встречались каждый день. И сейчас лялька узнала меня мгновенно. Я это увидел в ее глазах. Она не стала приплясывать от радости и трубить ура во весь свой мощный хобот. Видно, не до того ей было. Сил было мало. Просто по глазам ее я увидел, что она меня узнала, и глаза ее пожаловались мне. Она искала сочувствие у старого друга. Она похлопала ресницами и покачала головой, словно сказала. Вот как привелось сквидиться, скверный брат дела. И все-таки она сделала над собой усилие, приподняв хобот, тихонько и длительно дунула мне в лицо. Узнала, сказал Панаргин голосом полным нежности. Ну что за животное такое, девочка ты моя. Да, сказал, я узнала, милая. И я вынул из пакета плюшку и протянул ее ляльке. Лялька, сказал я, на булку. Она снова подняла свой слабый хобот. Дыхание у нее было горячее. Я держал сладкую пахучую булку на раскрытой ладони, но лялька нерешительно посопела и отказалась. Хобот ее равнодушный, немощный. На этот раз окончательно повис над полом. Я прислонил пакет с булками к тумбе. Что такое, сказал я, еду не берет. Температура, по-моему. Ну да, сказал Панаргин. Простыла, наверное. Здесь сквозняки. Черти бы их побрали, устроили ход на задний двор, а дверь не затворяют. Дует прямо по ее ногам. Ее и прохватило. Она же хрупкая. Не понимают. Думают, раз слон, так она вроде паровоза. Все ни почем, и дождь, и ветер. А она хрупкая. Кашляет? Да нет, не слышно. А дышит трудно. И давно она так? Да, с утра, и завтракала неохотно. Я обратил внимание, плохо ест. Я зашел сбоку и стал обходить ляльку постепенно. Вдоль туловища и прикладывал ухо к наморщенной и шуршащей лялькиной коже. Где-то далеко внутри, как будто за стеной соседней комнаты, мне услышались низкие, однообразные звуки. Словно кто-то от нечего делать водил смычком по басовой струне контрабаса. Бронхит, по-моему, сказал я. Только бы не воспаление легких, боже упаси. По-моему, надо кальцикса ей дать. Ей встряска нужна, и согреть надо, что и кальцикс. Вот так стоять и конючить он мог бы еще до утра, потому что Иван Русаков привык до всего добираться собственными руками. И глаз у него был острый, хозяйский, а его помощники были людьми нерешительными, несамостоятельными. Воспитал на свою голову. А теперь вот слонихи худо, а этот чудак маялся и робел, как мальчишка. Тащи ведро, сказал я твердо и повелительно, и пошли за вином. Во-во, сахарку, кило три. Сейчас, сейчас мы ее вылечим. Не может быть вылечим. Он очень обрадовался тому, что кто-то взял на себя обязанности решать и командовать. Ему теперь нужно было только подчиняться и, возможно, лучше исполнять распоряжения. Это было ему по душе. Он сразу почувствовал уверенность. «Генка!» – крикнул Панаргин. И сейчас же перед ним вырос ушастый униформист. «Что?» – дядя Толик. Панаргин быстро сунул ему несколько мятых бумажек. «Беги в гастроном, возьми вина, да единым духом, пока не закрыли». Генка убежал, а я взял ведро со стены и сказал Панаргину, «Сходи, брат, в аптечку, и что есть кальцексу и аспирину, тащи сюда, хуже не будет». Он шагнул наверх. Его длинные ноги перемахивали через четыре ступеньки сразу. А я подхватил ведро и пошел в туалетную за кипятком. Когда я вернулся к ляльке, она приветственно шевельнула хоботом. И, честное слово, она выглядела чуть веселее, чем раньше. В ее глазах была надежда и вера. Верно, я серьезно говорю, в ляльке на глазах сверкнула вера в человека, в дружбу. Она поняла, что не все потеряно, раз вокруг нее бегают и хлопочут люди. Я поставил ведро на пол и стал поджидать Генку и Панаргина. Хотелось мне помочь этой слонихе, очень хотелось. Я стоял так в полутемной и холодной конюшне и думал об этой больной артистке. И вспомнил, как однажды во Львове Ваня Русаков репетировал со своими животными. Лялька вышла на манеж весело и охотно, даже торопясь. Во всяком случае, походка, ритм всех четырех ее движущихся ног напоминал чуть-чуть неуклюжую, но все-таки резвую рысь. Добравшись до середины манежа, слониха остановилась и стала весело раскланиваться, приподняв хобот и улыбаясь своим треугольным мягким ртом. Она поклонилась центральному входу с повисшей над ним площадкой оркестра. Потом повернулась налево и, не переставая улыбаться, поклонилась левому сектору и, наконец, проделала то же самое, повернувшись направо. Я сначала думал, что это она так дурачится от нечего делать и что это еще не работа, но Русаков толкнул меня локтем и сказал «Смотри, смотри, что будет». Между тем лялька, не обращая на нас никакого внимания, подняла свою толстенную ногу сначала одну, а затем другую и поставила их обе на стоявшую в манеже деревянную тумбу. Потом, очень спокойно и деловито, сосредоточенно посапывая, она взобралась на эту, такую крохотную по сравнению с ней площадку всеми четырьмя ногами. Здесь аккуратно и педантично она одну за другой проделала стойку на трех точках, на двух и, наконец, рекордный трюк – стойку на одной точке. После каждого трюка она приветливо трясла головой, кланялась, как говорят в цирке, продавала работу, и веселая, обаятельная улыбка все время нисходила с ее, так сказать, уст. Поработав на тумбе, лялька сошла на земь и пошла по первой линии манежа. Изящная, в своей чудовищной громоздкости, она вдруг начала вертеться вокруг собственной оси. Это был вальс, слоновый вальс, грациозно отплясываемый громадным серым чудовищем. Мне казалось, что слониха напевает про себя старинную мелодию так легко и непринужденно она сама, без указаний дрессировщика, повторяла всю программу своего вечернего выступления. В цирке было тихо, униформисты застыли у входа, свободные артисты набились в боковые проходы, контролеры и служащие, электрики, уборщицы, гримеры и пожарники. Все, затаив дыхание, следили за веселой, добродушной и добросовестной слонихой, так прилежно исполняющей на репетиции свой артистический долг. Вдоволь повальсировав, лялька три раза встала на офф, то есть поднялась на свои стройные задние ноги в знак последнего приветствия зрителям, и как будто неуклюжи, но в сущности, очень ловко развернувшись, двинулась на конюшню. Всей своей мешковатой рысью она изображала отчаянную спешку, цирковой темп и подъем. Это была великая артистка, я проникся к ней любовью и уважением, мы познакомились и подружились с ней. А сейчас я стоял в полутемной холодной конюшне подле моей больной подруги и всем сердцем хотел ей помочь. Я постоял с ней еще минуты три, потом прибежал Генка и поставил передо мной прямо на пол несколько бутылок вина. Я открыл их и стал выливать в ведро. Вино смешивалось с горячей водой, пар поднимался кверху. Слониха почуяла этот запах и издалека протянула хобот к ведру. Сверху спустился панаргин, он всыпал в ведро большую банку сахарного песку и из пригоршни прибавил таблеток 30 кальцикса. Я размешал все это гладкой палочкой, которую протянул мне Генка. Слониха все еще тянулась к ведру. Я подошел к ней, поставил ведро, и она стала пить. За ваше здоровье, мадам лялька, сказал Генка. Поможет? Как думаешь? Спросил панаргин. Его грызла тревога, он не мог сдержать себя. Вот если бы помогло. Должно помочь, сказал я. Тебе бы помогло? Вот и ей поможет. Слониха допила все до конца и благодарно закрыла глаза. Я сказал, давайте, тащите сено сюда, да побольше. Будь сделана, сказал Генка и обернулся к панаргину. Пошли, что ли? Панаргин скрылся, пошел за сеном. Генка двинулся за ним. Я придержал его за плечо. Она теперь поспит, слышишь? Ей надо укрыться, потеплее, потому сено тащи, чтоб его по грудь ей было. Понял? Слониха стояла и шамкала старушечьим ртом. Конечно, понял дядя Коля, сказал Генка. Неужели же нет? Из-за угла вышел мой старый цирковой друг Борис. За ним, конечно, следовал Жек, еще один мой старый цирковой друг. Вот он где, сказал Борис, а мы ждем тебя. Куда столько сена? Строго спросил он Панаргина. Тот волочил на своей спине целую копну. Куда надо, сказал я. Панаргин сбросил сено у лялькиных ног и стал его разбрасывать равномерными охапками. Видно было и Генку. Он тащил сено поменьше, но зато бегом. Я вынул булочки из пакета и положил их на пол возле ног слонихи. Последишь, Генка, сказал я. Ладно, теперь главное тепло. Без него найдется кому последить, сказал Панаргин ворчливо. Только и света в окошке, что профессор Гена. Я стал набрасывать ляльки на спину сено и увидел, что ей хочется спать. Медленно. И тяжело согнула она ноги. И убедившись, что на полу мягкая, ей будет удобно, повалилась на бок. Мы стали укрывать ее сеном. И по пону можно, сказал Борис. Делу не помешает. Он обратился ко мне. Вот что сказал он, присев на корточке и тоже засыпая ляльку сеном. Мы сегодня с Жеком совещались, чем тебя порадовать по случаю приезда. Решено. В первый же выходной день назначается чествование старого друга, друга юности, приехавшей знаменитости, в узком, но сплоченном семейном кругу. А сейчас ни ко мне, ни к Жеку нельзя. Уже поздно. Разбудим всех домашних. Так что гуляй до выходного. Приятных сновидений. Пока, сказал я. Моя гардеробная была без окон. В ней было совершенно темно, но я не стал зажигать свет. Я и так отличнейшим образом нашел свою постель. Цирк уже спал, тишина владела цирком, и только изредка ко мне сюда доносилось легкое весеннее погромыхивание, словно невдалеке собиралась освежающая первая гроза и для начала рассыпала по небу, раскатывала над полями первые громовые шары. Но это было не так. Сейчас стояла осень, осенью гроз не бывает. И я отлично знала, откуда эти мощные звуки, долетающие сюда, под крышу. Я знал, что этот Цезарь, царь зверей, старый, с пломбированными зубами лев, плохо спит, мучимый ревматизмом. Сейчас он, бедняга, наверное, уснул, и ему снится ростовский цирк. Там было тепло, и там у него осталась знакомая сторожиха. Он тосковал по ней. Я положил руки под голову и уставился в темноту. Спать я не мог, но постепенно в моей голове закружились и смешались разные обрывки из детских представлений, елочных спектаклей и цирковых пантомин. Это я уже засыпал, а ведь думал не спать. И вот, поди ж ты, засыпал, несмотря ни на что. Я лежал и представлял себе, как выступления пойдут одну за другим, а я буду всегда жить в цирке и никогда не уеду, потому что здесь высший смысл моей жизни сегодня и ежедневно. Я надеваю парик, иду на манеж, дети смеются. Я снимаю парик, иду в душ, сорок минут перерыва. Я надеваю парик, иду на манеж, и дети смеются. Дети любят клоунов и сломов. Я вскочил, но сна теперь уже не будет. Я ясно вообразил себе, как спит сейчас под своим сеном несчастная больная лялька. Она лежит и зябнет, и дрожит, и тяжелые хрипы в ее груди делают свое страшное дело. Ничего не видя, бежал я по цирку, представляя себе самые ужасные картины. Ничуть не бывало. Слониха встретила меня, стоя на ногах, с весело и задорно приподнятым хоботом. Она покачивалась взад и вперед, словно разминая уставшие мышцы. Увидев меня и сразу признав, лялька торжествующе трубанула. В эту минуту многие в ужасе заткнули уши и животные, и люди. Я подошел к ней, слониха обняла меня хоботом за шею и притянула к себе. От нее пахло сеном и цирком. Я люблю ее, я люблю этот родимый запах, поэтому я обнял ее, широко раскинув руки, чтобы побольше захватить необъятного ее лица. Мы так постояли немного, обнявшись. Потом лялька повернула меня к себе спиной и не сильно толкнула вперед. Я вспомнил про булочки, поглядел на пол, куда положил их вечером. Булочек не было, ни одной. Я оглянулся и сказал, «Ай, браво! Все съела!» Лялька не обратила на этот вопрос никакого внимания и снова хоботом толкнула меня. В чем дело? Я не понимал ее и поглядел в ту сторону, куда двигала меня лялька. Оттуда шел какой-то запах. Я сделал несколько шагов и увидел ларь. Вот оно что! Я сразу все понял и открыл его. Он был доверху набит свеклой и морковью. Слониха хотела есть. Она была здорова и хотела есть. Как я сразу не догадался. Я набрал корма и стал таскать его и складывать у лялькиных ног. Она занялась едой. Все было в порядке. Я стоял с ней рядом и она снова трубанула. Я сразу понял смысл этого короткого и полного звука. Пусть всегда пляшет удивительная кавалькада радости и счастья жизни. И я подумал еще. Мы всегда идем впереди со своими хлопушками, свистульками. Мы клоуны, паяцы и увеселители. И рядом с нами прекрасные и веселые слоны. Дети любят клоунов и слонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин